Обвал на фондовых рынках. Падения наблюдают по всему миру. Что запустило цепную реакцию и грозит ли это новым финансовым кризисом? Разбиралась наш субкор в Британии Светлана Чернецкая. На всех экранах преобладает красный цвет. Это плохой знак. Фондовые индексы стремительно падают на всех мировых биржах. Больше всего потерял японский ники, почти 5%. Европейские рынки чуть стабильнее. Здесь падение остановилось на трех. А запустили эффект домино Соединенные Штаты. Там совершенно неожиданно. И, казалось бы, на ровном месте индекс Доу-Джонса потерял более 4,5%. Это можно сравнить с погодой. То есть из Соединенных Штатов пошел холодный циклон. Похолодание тут же ощутили на европейских рынках и в других частях мира, будь то Азия или Япония. Эксперты тут же начали искать причины обвала. Неужто в экономике все так плохо и грядет новый финансовый кризис? Как оказалось, все совсем наоборот. Парадоксально. Но лихорадку на биржах вызвал тот факт, что все идет слишком хорошо. Экономика здоровая и стабильная. Причем глобально. И процессы, происходящие на рынке, это всего-навсего временная коррекция. После почти непрерывного двухлетнего роста. Обвал объясняют новым статистическим отчетом по занятости в США. Он показал, что зарплаты американцев выросли больше, чем предполагалось. Сейчас очень сложно прогнозировать, как сильно упадут рынки. Да и нет необходимости. Биржи должны выпустить пар. Это как с непослушным ребенком. Иногда нужно дать ему покапризничать, чтобы вернуть равновесие. А до этого лучше не вмешиваться. Надо посидеть, подождать, выпить чай из ромашки. Многие аналитики в обвале обвиняют непосредственно американского президента. Дескать, он не мог нарадоваться, как быстро растет рынок. А деньги любят тишину. Пока результат падения ощутили только самые богатые люди мира. К примеру, основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг потерял более 3,5 миллиардов долларов. Но для людей менее зажиточных причин для паники пока нет. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.